Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы поговорим о электрической звуковой зубной щетке от Xiaomi, а именно Xiaomi Mejia T100. И прежде всего хочу сказать, что этой щеткой я уже пользуюсь больше двух месяцев и вот только сейчас руки дошли до того, чтобы снять обзор на эту щетку. Ну и помимо обзора это еще будет и опыт использования, а также мое мнение. Да, и также хочу сказать, что такими вот звуковыми щетками я пользуюсь уже достаточно давно и немного позже расскажу об этом. А прежде перед началом обзора давайте выясним одну самую главную вещь, что звуковая зубная щетка это не ультразвуковая зубная щетка, это совсем разные вещи. Ультразвук это более профессиональный аппарат, не для домашнего использования. Также еще есть обычная электрическая зубная щетка и это также все совсем разные вещи. Звуковые щетки создают минимальные вибрации, сами щетинки немного вибрируют и с помощью воды, слюны и пасты и мелких колебаний вымывают весь мусор, бактерии и остатки пищи из зубов и промежутков между зубами. Обычно электрические работают по принципу движения самой головки и щетин, вращаются или же двигаются взад и вперед, стирают или соскребают налет и мусор. Теперь, когда мы выяснили основную разницу между звуковыми, ультразвуковыми и электрическими зубными щетками, можем перейти к обзору данной щетки. Вот этот вот комплект, это сама зубная щетка и дополнительно 3 насадки я покупал по цене 12 долларов на Алиэкспресс. То есть в комплекте получается 4 насадки, так как сама щетка идет уже с насадкой и 3 насадки дополнительных. Стоимость самой зубной щетки ориентировочно 9 долларов, плюс-минус 1 доллар при распродажах и разных акций. Также насадки без проблем можно покупать отдельно, стоят они, если брать за одну штуку где-то 1,5 доллара, если брать в комплекте 3 и более, тогда будет стоимость около 1 доллара, а может быть даже и ниже. Ну и комплект поставки, здесь все просто, все банально, сама зубная щетка, отдельно была вот эта вот насадка, вот от нее упаковка, я уже довольно-таки давно использую ее. В комплекте также идет вот такой вот шнур USB, micro USB для зарядки самой щетки и здесь удобно, потому что здесь отдельный порт micro USB, не свой, не проприетарный. И также инструкция, ну инструкция на китайском языке и с этой инструкцией можно понять комплект поставки, ну и в целом как пользоваться хотя бы вкратце этой зубной щеткой. Если хотите устанавливайте на паузу и смотрите более подробно. А вот как нужно правильно чистить зубы, под углом 45 градусов. И здесь дополнительно еще 3 насадки. И по поводу цвета, как я и говорил ранее, что они продаются в трех расцветках, но зачастую получается так, что белая самая дешевая. Если это будет розовая или голубая, они будут стоить дороже. И также я немного ранее упоминал, что это не первая моя звуковая щетка, первые были от бренда Lansung, кстати, ими еще сейчас пользуется наша семья. И этим двум щеткам уже, наверное, более 4 лет. Следующая щетка, которая у меня была, это Oclean, которая проработала у меня где-то порядка 1,5-2 лет. Вот она, сама щетка, в отличном состоянии, все идеально, просто-напросто она отказалась работать. Отказалась работать, возможно, какая-то проблема с вот этой вот сенсорной кнопкой. Ее включить можно, но выключить уже, к сожалению, нельзя. И вот было принято решение купить другую щетку, а именно одну из самых дешевых, но брендовых. Выбор пал на Xiaomi Mi Gia T100, так как стоимость менее 10 долларов. Но это одна из самых простых зубных щеток. Здесь нет никаких умных функций, нет подключения к смартфону по Bluetooth или Wi-Fi. И если вам сейчас стало смешно, то, к примеру, вот такая вот Oclean зубная щетка, это умная зубная щетка, которая подключалась к смартфону, в которой можно посмотреть настолько заряжена батарея, посмотреть режимы работы, посмотреть сколько вы чистили зубы, а также выбрать множество и настроить множество режимов работы этой щетки. Да, да, все это можно было с помощью вашего смартфона и приложения. И, кстати, у меня обзор на вот эту вот зубную щетку есть на канале. Если интересно, посмотрите, это было еще, наверное, года три назад. По самой зубной щетке в корпусе материалы полностью она пластиковая. Это матовый пластик, приятный на ощупь. На задней поверхности есть рифление, чтобы удобно было держать в руках, и она не скользила. Центр тяжести здесь отлично все просчитано, поэтому вы ее можете просто вот так вот устанавливать. Ровная поверхность в нижней части, и я именно так ее использую. Почистил зубы и поставил, и забыл. Если посмотреть на фронтальную часть, то на фронтальной части силиконовая кнопка, ее нажимаем, и мы видим индикацию режимов работы. Это первый режим работы. Еще раз нажимаем второй режим работы и индикация заряда батареи. Если батарея горит красным, как сейчас, значит заряда осталось менее 30%. И здесь можете не переживать, так как я уже более двух недель использую зубную щетку с красной батареей. Она работает довольно-таки долго. А вот если уж мы заговорили об автономности и заряде батареи, то одной полной зарядки будет достаточно в среднем на 30 дней использования. Это по заявлению производителей. На практике получается около 25-27 дней. Зубная щетка работает по таймеру. Работает она 2 минуты. И вот эти вот 2 минуты разбиты на 4 части. Соответственно будет 4 раза по 30 секунд. Это предназначено для того, чтобы вы свои зубы, свою челюсть разлили условно на 4 участка. И чистили примерно по 30 секунд на каждый участок. Заряжается она от microUSB. MicroUSB находится в нижней части. Здесь заглушка. Все открывается, закрывается. И удобно то, что здесь используется microUSB порт. То есть microUSB кабель сейчас есть везде и заряжается от любого USB порта. Без разницы, какую вы зарядку будете использовать. Заряжается она полностью за 4 часа. Зачастую просто устанавливаем на ночь и забываем. Утром снимаем, уже полностью заряжена. И этого будет достаточно на 25-27, а то и 30 дней. При зарядке зубной щетки индикатор батареи мигает красным. И во время зарядки пользоваться зубной щеткой нет возможности. Как же работает эта зубная щетка и как происходит чистка? Внутри установлен вибромоторчик с частотой колебания 16500 оборотов в минуту. Если сейчас включить и постараться максимум присмотреться, видны будут колебания на самой зубной щетке. А если еще и одеть насадку, то на щетинах будут хорошо видны все колебания. Одевается и снимается просто. Есть паз на задней части самой щетки и на задней части самой насадки. Одевается легко и просто. Здесь небольшой промежуток должен быть. И вот сейчас, когда я буду включать зубную щетку, сама щетина, кстати, сейчас обратите внимание, мягкая, очень мягкая и приятная. Кстати, можно пользоваться как обычной зубной щеткой, не как звуковой. И когда включаем зубную щетку, вы должны сейчас заметить колебания этой зубной щетки. И вот когда вы уже включенную зубную щетку подносите к зубу, она не кажется такой уж мягкой, а более твердой. Но благодаря вот этим вот колебаниям, воде, слюны и зубной пасты вымывает весь мусор, все микробы в промежутках между зубов и у самих зубов. Ну и в этой зубной щетке есть два режима работы. Первый это стандартный, это более интенсивный. Вот соответствующий индикатор. И второй это более деликатный, щадящий. Для начала можно попробовать чистить на первом режиме, если никогда не использовали. На второй раз или последующий можете пробовать использовать более интенсивный. Можете подобрать под себя, что вам больше нравится и какой режим больше подходит для вас. Ну и по итогу, если говорить по самой чистке и по опыту использования, однозначно такие вот звуковые зубные щетки лучше справляются с чисткой, нежели обычные ручные зубные щетки. Хотя цена там не такая уж и большая, не такая уж и космическая разница между ними. Так что рекомендую как минимум попробовать и использовать хотя бы в комплекте эту зубную щетку звуковую и обычную ручную. И также я делал обзор на канале о ирригаторе. Вот такой вот беспроводной ирригатор, который с аккумулятором. Очень удобная и хорошая вещь. И в комплекте вот с такой вот зубной щеткой. Это можно сказать 100% чистка. Все будет чисто, идеально и хорошо. И вы об этом поймете, когда сможете это все попробовать и понять. Ну а о здоровье зубной полости и в особенности зубов рекомендую задумываться как можно раньше, так как позже может быть поздно. И просто-напросто в итоге это приносит очень много хлопот, неудобств и все это еще стоит очень дорого. Ну а теперь давайте обозначим плюсы этой зубной щетки. Первое самое основное это то, что это бюджетная зубная щетка и стоит она от 9 долларов. И если смотреть на аналоги, то за такую цену есть только неизвестные ноунеймы. И плюс конечно же то, что здесь находится универсальный микро-USB порт, так как вы всегда сможете найти микро-USB кабель и зарядить эту зубную щетку. Ну к примеру на той же Oaklin вот такая вот зарядка, которая магнитная и она нужна только именно под эту зубную щетку. С других зубных щеток не подходит. Это конечно же минус. Ну а здесь любой USB порт, любая USB зарядка с микро-USB разъемом, даже от пауэрбанка берите, заряжайте без проблем. И да, важное дополнение то, что здесь есть еще защита от воды по стандарту IPX7. То есть без проблем вы можете мочить эту зубную щетку. Я вовсе ее полностью мою в воде без проблем и она уже работает довольно-таки длительный период. Здесь есть все резинки, все заглушки и все сделано герметично. Автономность также еще один из плюсов. Хватает до 30 дней, как я и говорил, на практике 25-27 дней. Есть таймер на 2 минуты и 4 секции, которые разбиты по 30 секунд для удобства чистки. Ну и если смотреть на другие зубные щетки от тех же Xiaomi, они будут стоить значительно дороже. Хотя там уже будут умные функции и подключение к смартфону и приложению. Ну и минусы. Для меня он только один. Это то, что на обратной стороне зубной щетки самой головки нет никакой резиновой или силиконовой вставки. Из-за этого, когда вы будете прикасаться вот этой вот другой стороной к зубам при чистке, это будет не совсем приятно и не совсем комфортно. Во всем остальном это просто отличная зубная щетка. А если посмотреть еще и на стоимость, то просто замечательная. Ну и по данному видеоролику у меня в принципе все. Если вы уже давно пользуетесь такими зубными щетками, пишите в комментарии, как вам они по впечатлениям и ощущениям. Все ссылки на вот такую зубную щетку, на насадки, вы найдете в описании под этим видеороликом. И да, я наверное все-таки добавлю еще ссылку на вот этот вот портативный беспроводной ирригатор от фирмы Dr. Bay. Хотя у меня были и другие. Всем, кому этот видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.